Эта лаборатория по мониторингу за загрязнением атмосферного воздуха. Каждый день здесь проводят десятки анализов. И именно от их результатов зависит, будет ли установлен в городе режим неблагоприятных метеоусловий. Пробы привозят рано утром. Их собирают с восьми стационарных постов, расположенных по всему Красноярску. Черные пакеты расходятся по помещениям лаборатории. У каждого специалиста свой элемент для проверки. Воздух изучают на наличии оксидов азота, серы, фтор и хлор, содержащих соединений. И даже на наличии взвешенных частиц или попросту пыли. Мы берем фильтр, на котором уже отобрана проба, и на весах взвешиваем. Содержание пыли на этом фильтре составляет 0,6 мг на метр кубический, что превышает ПДК на одну десятую. А это уже лаборатория по определению в воздухе ароматических углеводородов. Это вещества, которые в большом количестве попадают в него из выхлопных труб автомобилей. Пробы приходят в трубочках с сорбентом. Их помещают в специальный прибор – термодесорбер. В этом приборе происходит извлечение пробы. Затем пробы переходят в хроматограф, и здесь уже происходит ее анализ. Буквально несколько секунд, и результаты проб появляются на экране монитора. В пике на графике это не максимумы, как можно было бы подумать, а моменты выделения из пробы каждого конкретного вещества. Результаты же, по крайней мере, дня сегодняшнего, довольно неплохие. Бензола получилось в 10 раз меньше, талуола в 20 раз меньше, ПДК. Этилбензола в 2 раза меньше. Ксилолы. Ксилолы вообще в 10 раз меньше. Этилбензол в 10 раз меньше. Кумола практически нет вообще. Практически не выявили в лаборатории и формальдегидов. Превышение по нему характерно для лета, говорят эксперты. В целом же результаты сегодняшнего дня хоть не намного, но лучше, чем в середине недели, рассказывает руководитель лаборатории Галина Кабардина. У нас наблюдались 13 числа, были повышенные концентрации по диоксидам азота, почти по всем постам в городе Красноярске. И были 14 тоже повышенные концентрации, даже наблюдались превышения по пыли, по оксидам азота были превышения, и по оксиду углерода были превышения концентрации. Все результаты анализов отправляются в отдел информации. Их соотносят с прогнозом погоды на текущие и следующие дни. По совокупности факторов принимают решение, будет ли в городе введен режим неблагоприятных метеоусловий. Информация об этом передается в администрацию города, Министерство природных ресурсов, Управление Росприроднадзора, Роспотребнадзора и другие контролирующие органы. И обязательно на предприятия краевого центра. У каждого предприятия существует том, утвержденный, разработанный, предельно допустимых выбросов. В этом томе имеется раздел о работе конкретного предприятия в тот или иной период ИНОУ. То есть при первой степени опасности, при второй, при третьей и так далее. Предоставляют они протоколы замеров своих атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны? Это точно. То есть контролирующий орган и нам в частности. Отчет свой о проведенных мероприятиях они по окончанию периода ИНОУ обязаны выслать и они высылают опять же в контролирующие органы. Все эти документы передают и в Центр мониторинга. В течение трех дней после окончания периода ИНОУ здесь готовят справку о том, насколько воздух отчислился и стало ли горожанам легче дышать. Правда, красноярцам в ближайшее время ждать таких новостей не стоит. Режим неблагоприятных метеоусловий продлен и на выходные. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости.